Здравствуйте студенты компании Chinese KZ. Меня зовут Асия и я являюсь менеджером компании Chinese KZ. И сегодня я вам расскажу про Южно-Китайский технологический университет. Южно-Китайский технологический университет был образован в 1952 году как Южно-Китайский технологический институт. В 1988 году он был переименован в университет, который находится в городе Гуанчжоу. Гуанчжоу город супровинциального значения всего Китая. Это столица провинции Гуандун. Находится в части езды до всемирно известного мегаполиса Гонконг. Город Гуанчжоу это политический, экономический, научно-технический образовательный центр всего Китая. Является четвертым по величине городом Китая, уступая Пекину, Шанхаю и Тиньцзиню с населением свыше 12 миллионов человек. Гуанчжоу всемирно известный культурно-исторический город Китая. Является торгово-промышленным городом и морским внешнеторговым портом. Именно из порта Гуанчжоу брал свое начало великий шелковый путь. Ежегодно здесь проводятся международные и китайские выставки. Особенно выделяется кантонская ярмарка экспортно-импортных товаров. Для студентов это, конечно же, положительный фактор, так как есть возможные варианты прохождения практики и места работы. Климат в Гуанчжоу определяется его южным расположением и близостью к теплому морю. Лето в Гуанчжоу очень жаркое, а зима мягкая, без морозов. Самая низкая температура плюс 4, самая высокая температура плюс 40. В 2000 году Южно-Китайский технологический университет занял 34 место в рейтинге наиболее сильнейших университетов Айзи, по версии журнала Asian Week. Университет имеет два кампуса общей протяженностью 300 гектар. Первый кампус называется Ушань и находится в районе Тиэнхо и имеет 15 факультетов. Второй кампус с ландшафтной архитектурой и современным дизайном находится в районе Пан-И и имеет 10 факультетов. Обучение на языковых курсах проводится во втором пригородном кампусе с прекрасной инфраструктурой для студентов. Каждый кампус имеет свою библиотеку с общим количеством книг более 1 миллиона. В архиве библиотеки имеются специальные коллекции и мультимедийные материалы, необходимые для студентов в их научных исследованиях. Возвращаясь к самому университету, следует отметить, что данный университет действует под непосредственным руководством Министерства образования Китая. Являясь многопрофильным, университет предлагает огромное количество дисциплин, наиболее сильнейшими из которых являются машиностроение, электроника, инженерные коммуникации, архитектура и строительство. Есть специальности, которые преподуются на китайском, есть специальности, которые преподуются на английском. Со списком всех специальностей вы можете ознакомиться у менеджера по работе с клиентами. Южно-Китайский технологический университет стремится соответствовать мировым стандартам международных университетских сообществ. Университет принимает активное участие в международных обменах и сотрудничает с более чем 80 университетами по всему миру. В настоящее время в университете обучается огромное количество иностранных студентов из более чем 70 стран. Все наши студенты живут в общежитиях улучшенного типа для иностранных студентов. Университет предлагает одноместные, двухместные и четырехместные комнаты. В каждой комнате есть душ, туалет, раковина, кондиционер, шкаф, стол, стул и кровать. Также на каждом этаже имеется кухня, где студенты могут готовить, и прачечная. Переходим к стоимости обучения. Вы знаете, что являясь официальными представителями данного университета, мы имеем эксклюзивное право на предоставление международных стипендиальных программ иностранным студентам Южно-Китайского технологического университета. Хотела бы сразу отметить, что все стипендиальные программы предоставляются только студентам Чайнист КИЗ. Стипендии выделяются в рамках продвижения общей политики Китая, возрождения Великого Шелкового Пути. То есть, цель Министерства образования Китая – предоставить возможность ближайшему соседу Казахстану получить образование в Китае. Разумеется, Министерство образования КНР проводит это через университеты. То есть, каждый университет должен предоставить наиболее льготные условия для иностранных студентов из СНГ. Каждый университет сам определяет размер стипендиальных программ, исходя из своих возможностей. То есть, некоторые университеты предлагают полный грант. Некоторые университеты предлагают только некую скидку. Разумеется, данные программы единоразовые. То есть, если университет предлагает в этом году данную стипендиальную программу, не факт, что на следующий год эти программы будут еще действительными. Продвигаются данные программы через нас, Чайнист КИЗ. Мы являемся не только официальными представителями данного университета, но также выполняем функции приемной комиссии на территории СНГ. Мы несем полную ответственность на протяжении пяти лет, как перед студентами, так и перед учебными заведениями. Южно-Китайский технологический университет предлагает нашим студентам стипендиальные программы, включающие абсолютно бесплатное обучение на программе Foundation. Итак, если вы выбрали именно этот университет, то по прибытии в университет вам нужно будет заплатить за годичное проживание в четырехместной комнате, то что составляет 11500 юаней. Весь год вы будете изучать только китайский язык. Обучение будет проводиться с 8 утра до ориентировочно 5 вечера, перерывом на обед и свободными часами занятий в библиотеке. Всего в китайском языке, как вы, наверное, уже знаете, 6 уровней HSK. Вам необходимо набрать четвертый уровень для поступления на бакалавриат. Все студенты чайницкий язык получают 10% скидку на обучение на бакалавриате. Каждый пятый студент при хорошей успеваемости и дисциплине имеет возможность получить 50% скидку на обучение на бакалавриате на все 4 года. В университете все иностранные студенты имеют возможность получить правительственные гранты, на которые подача документов совершается до конца июня каждого года. Также хотелось бы отметить, что те стипендии, которые предлагаем мы, как представители Центральной Азии, являются не единственными. Любой университет Китая имеет определенное количество правительственных грантов, грантов от провинции, университетских грантов, а также стипендии от компаний-партнеров. Поэтому то, что предлагаем мы, является лишь возможностью для студента себя там зарекомендовать. Южно-Китайский технологический университет ни в коем случае не противится в предоставлении грантов иностранным студентам. Наоборот, они всячески поддерживают иностранных студентов. Следует отметить, что любые стипендиальные программы ограничены по количеству, поэтому ежегодно для казахстанских студентов есть только определенное количество бесплатных мест. Как уже было отмечено ранее, вы будете обучаться с другими иностранными студентами. Общим языком общения у вас будет английский язык. Даже несмотря на то, что ваш уровень английского языка недостаточно высокий, вам не стоит переживать, так как для общения достаточно бытового уровня. После окончания учебы можно с уверенностью сказать, что у вас улучшится как китайский язык, так и английский. Обучение будет проходить в классах по 10-15 человек. Максимальное количество студентов может достигать 30 человек, но не в этом университете. Здесь обычно классы небольшие. Как только вы приедете, преподаватели проверят ваш уровень китайского языка для распределения вас в группы познания. Резюмирую. Хотелось бы еще раз пройтись по всем преимуществам и недостаткам данного университета. Из положительных моментов хотелось бы выделить удобное географическое положение города и университета, крупнейший мировой финансовый центр, культура города неописуема, новые методики преподавания, университет с одним из самых высоких уровней трудоустройства по Китаю, качественное образование и дружественный сервис, а также очень много исторических достопримечательностей. Из отрицательных моментов следует отметить отсутствие прямых рейсов из Казахстана, есть пересадка через Пекин или Урумчи, отсутствие центрального отопления, комната подогревается и охлаждается при помощи кондиционера, отсутствие горячей воды, вода в душе подогревается через бойлер, среднему хватает на 20 минут принятия душа, лишь небольшой процент населения говорит на английском языке, очень сильные учебные программы и строгий контроль за дисциплиной, а также все магазины работают до 22.00, поэтому нужно успеть сделать закуп до закрытия магазина. Это была вводная лекция по Южно-Китайскому технологическому университету. За более подробной информацией вы можете обратиться к нашим менеджерам в любом удобном для вас филиале по Казахстану.